В излучине реки Мокши чудесная роща. Певчих птиц в ней так много, что каждый день для всех желающих пернатые певцы дают концерт. Запевают, конечно, соловьи, известные солисты, мастера пения. Голоса у них чистые, звонкие и приятные. То забулькают, то защелкают, то засвистят, то заиграют, как пастушьи дудки, то рассыплются бубенчиками. Подыгрывают им варакушки, подсвистывают дрозды, подстукивают на дуплах дятлы-барабанщики. В бубны синички звенят, иволги подголоски выводят. Даже безголосая кукушка и та аккомпанирует, как может. Ку-ку, ку-ку. Всё лесное население слушает, не наслушается. Даже сонная сова и та ушами встряхнёт, глазами поморгает и крыльями похлопает. А встревоженный кулик взовьётся выше всех в небо и кричит на весь свет «Бис! Бис!». Все пернатые артисты дружные, не гордые, не заносчивые, не завистливые. Каждый поёт, как может. Лес велик, деревьев много. Каждый может своё искусство показать. Козадой летает по лесу и, кого не встретит, всех уговаривает «Стой! Спой!». А перепёлка любит молодые таланты открывать. И каждой птичке утром и вечером внушает «Спеть пора! Спеть пора!». Все птицы свои таланты попробовали, а зелёная толстая лягушка сидит в болоте и молчит. Только от зависти надувается. Заметил её хохлатый Чибис. Подбежал на своих качких ножках, кланяется, трясёт хохолком и спрашивает. «Почему не поёте? Чьи вы? Чьи вы?». «Меня не просят!» «Вот и не пою!» – отвечает лягушка. «А мы вас попросим! Попросим!» – сказала пробегавшая мимо вежливая трясогуска на тоненьких ножках. И тоже стала кланяться. Но лягушке этого показалось мало. «Я не такова! Я не такова!» Прибежали, прилетели другие птицы. Наперебой уговаривают лягушку участвовать в их концерте. Уж если она такая толстая и так важничает, наверное, и голос у неё замечательный, и поёт она отменно хорошо. Отмалчивается лягушка. Даже утка, сидевшая в гнезде, стала ей говорить. «Зря не соглашаетесь! Зря, зря!» Наконец уговорили толстуху, и она ответила. «Ладно! Ладно!» И по-прежнему сидит в болоте и не поёт. Стали её уговаривать птицы вспорхнуть и занять любое дерево. А глуховатый Тетерев забормотал «Бу-бу-бу! Устраивайся на дубу!» «На дубу для моего голоса низко!» «Пожалуйте на берёзу, на осину, на рябину, на сосну!» Насколько не предлагали птицы, всё лягушке низко. «Я хочу петь выше всех!» «Иначе не согласна!» «Пожалуйста, раз у вас такой сильный голос, поднимайтесь как вам угодно, хоть выше жаворонка!» «Это нам не в укор, не в укор!» затороторила сорока. «Разве вы не видите, что я крылья на воду постелила сушить?» Показывая на широкие листья жёлтых кувшинок, сказала лягушка. «Этого очень долго ждать огорчились птицы. Разве скоро крылья в болоте высохнут? У всех к тому времени птенцы выведутся, и концерты кончатся. Когда детей кормят, петь некогда. Неужели так и не услышать нам такую важную певицу?» «Как тут быть? Как тут быть?» взволновался Перепел. И попросили птицы сильного, крепкого, смелого ястребка поднять лягушку выше всех. Подхватил ястребок лягушку под мышки своими цепкими коготками и ринулся вверх. Кругами летит, словно по винтовой лестнице на небо поднимается, и спрашивает «Выше! Выше!» «Да, да, да!» отвечает лягушка. «Взвить! Взвить!» «Да, да, да!» Вот уж лес внизу, как зеленая шапка, а река, как синяя лента, а ей все мало. Залетел ястребок под облака в такую высь, откуда ни одна птица не поет. Расширил крылья, парит на одном месте и говорит «Начинайте, уважаемая, лебедь красивее вас, и тот на три взмаха ниже поет». Раскрыла рот лягушка, во всю ширь, да как гаркнет. «Урод! Урод! Я не такова! Урод! Урод!» А ястребок подумал, что она его ругает, и рассердился. «Ах, если я урод, ищите себе красавца!» и выпустил ее из когтей. С огромной высоты плюхнулась лягушка обратно в болото так, что от удара о воду сплющилась. И вот с тех пор сидит в болоте сплющенная и кричит, надрывается «Вот я какова! Вот я какова!» Птицы теперь и сами не рады, что пробудили в ней любовь к пению. Тетерев, что глуховат, и тот на ночь уши крылом закрывает. Сколько перепел ее не уговаривает. Спать пора! Спать пора! Лягушка и слышать не хочет, день и ночь орет. Только тем певчие птицы и спаслись, что серую цаплю позвали. Когда цапля на одной ноге в болоте стоит, знайте, это она лягушку сторожит. Боится Кваква, что цапля ее сплющенную легко проглотит. Спрячется под листья кувшинки и помалкивает.